Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. У нас был большой перерыв в связи с тем, что я ездил, я не боюсь этого слова, в Европу, а именно в Братиславу. Братислава, это, кто не знает, столица Словакии. Я сегодня расскажу о мероприятии, которые там произошло, но для начала я хочу задать вопрос, поскольку за эти две недели много чего произошло интересного в мире, и вопрос звучит так. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, они там на Западе всерьез собираются с нами или еще где-то? Или это у них какие-то странные психиатрические девиации, отклонения, то есть варианты. Да, действительно собираются воевать всерьез за свои либеральные ценности, не на жизнь, а на смерть. 8,495, 134,27,35. Вариант 2. Не, 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 никогда ни за что. 34,27,35. Готовы вы. 134,27,36. Да ни за что. 134, 21, 37, как в известном старом анекдоте про топик по-английскому про бабли, про бабли, сей Иван Сусанин. Ну, то есть, не знаем мы ответа на этот вопрос. Теперь, соответственно, про мероприятие. Значит, мероприятие это организовал так называемый Венский клуб, который был организован где-то пару лет тому назад бизнесменами разными, но смысл, причем такими вполне бизнесменами и политиками. Например, там бывший министр Чехословакии и бывший премьер-министр Словакии Ян Черногорский. Ему много лет, но он такой вполне абсолютно адекватный человек, и при этом еще он был в советские времена он был диссидентом, а потом он стал другом России. Это, кстати, со многими происходит, с диссидентами и врагами. Обращаю внимание, что папа римский Иоанн Павел, второй поляк, в очень тяжелом как бы был состоянии последние годы жизни, поскольку он понял, что, в общем, совершил много ошибок, и, собственно, своими руками во многом уничтожил католическую идею в Западной Европе, совершенно к этому не стремясь. Аналогично говорил Бжезинский, у которого вообще прорывалось в таких специфических фразах. Он говорил о том, что вся та концепция антироссийская, которую он строил, она, соответственно, и под конец жизни он понял, что она была неправильная, но сделать ничего нельзя, потому что весь современный западный политикум – это его ученики, которых он же, собственно, выучил. Выяснить им что-то уже невозможно. Ну и так далее, и тому подобное. Ну вот люди, которые в Восточной Европе, которые понимают, что надо дружить, и тут есть еще одна тонкость, потому что все эти, все участники, да, Вена, Вена, напомню, это не только столица маленькой Австрии, но и бывшая столица Австро-Венгерской империи, которая вполне была, вполне себе, большой. Вот. И, соответственно, они все сейчас всерьез размышляют, как эту ситуацию надо изменить, и можно ли спасти, как это принято говорить, старые камни Европы после разрушения Евросоюза. Потому что многие понимают, что избежать перехода региона под контроль мусульман, причем таких мусульман достаточно жестких и оголтелых, или, по крайней мере, очень серьезных и очень резких таких военных действий, в общем, непонятно как. Вот, собственно, вся картинка, в которой мы сегодня находимся. И на этой конференции были выступления, да, нужно еще учесть, что поскольку таким главным координатором является человек армянского происхождения, то очень важную тему составляет ситуация в Закавказе. Я-то, собственно, там политическими вопросами не занимался, я занимался, естественно, экономическими, и интерес был вот в чем дело. Вот почему. Там, кстати, был, например, такой известный человек, как Александр Рар. И главный вывод, который я сделал. Значит, я сделал там довольно большой доклад, он уже имеется у меня в Телеграм-канале и на сайте Hazen.ru, но в закрытом Телеграм-канале есть текст моего доклада. То есть желающие могут его прочитать, и я думаю, что с точки зрения содержательной это более интересно, потому что, когда я делал доклад, я имел в виду тех людей, которые сидят в зале. Я смотрел, чтобы им было интересно. Там, правда, было два человека, которые между собой все время разговаривали, но они были, один из них такой, как это, артистический человек, богема, а другой, в общем, тоже не экономист. Им было, судя по всему, не очень интересно, они не очень понимали, о чем идет речь. Так вот, в тексте как раз содержательная часть очень четко описана. Еще раз повторяю, я его опубликовал в закрытом канале. Так вот, не было обсуждения моего доклада. Все в кулуарах подходили и говорили, очень интересно, но публичного обсуждения не было. Я сначала удивился, потом я поговорил с несколькими людьми, организаторами, которые мне сказали, Миш, ну это же естественно. Ты же живешь в России, ты не понимаешь местные штуки. Любой человек, который произнесет хоть что-то отличные от оптимистичного экономически и репополитического мейнстрима, на него немедленно начинают наезжать. Дико, ну просто с дикой силой. Ну, как бы, давайте уж скажем правду, на меня наезжают тоже, но наезд на меня осуществляется со стороны заранее известных персонажей. Самое главное, отлично, понятно, что они скажут. Ну, для примера, чтобы было понятно. Значит, пишет чушь про меня в Википедии тот самый человек, который защищал Гуриева в журнале Кости Сонина после нашей с Гуриевым беседы в 2008 году. То есть, вы прикиньте, да? То есть, он 15 лет занимается тем, что защищает единственно верную либеральную идею, что очень смешно. Тут есть еще один смех, потому что, значит, кто-то мне прислал, его фотография известна, но мне кто-то прислал его имя. Он живет в Минске, где его тут посадили ненадолго, правда, за там клевету на белорусскую действительность. То есть, он такой идейный либераст, да, как это называется, без страха и упрека и готов, как бы, врать и нести в пургу ради либеральной идеи, вот просто даже ценой, соответственно, собственной жизни, условно говоря. Ну, не жизни, конечно, но. Вот. И, соответственно, для тех людей, которые живут там, это давление страшно тяжелое. Они к нему не привыкли. Я-то за 25 лет привык, а они не привыкли. Они там плачут. И по этой причине они не хотят давать, а поскольку заседания конференции-то были публичные, то по этой причине, я, кстати, в том же телеграм-канале дал ссылку на выступление к Рене Геворген, то по этой причине они все очень сильно переживают. А переживать есть о чем, потому что их, с одной стороны, страшно пугают, а с другой им говорят о том, как все хорошо в экономике, совершенно при том, что любой нормальный человек, особенно бизнесмен, видит, насколько все плохо. Я, опять-таки, не буду влезать в детали. Последние два обзора фонда Хайзена, они совершенно четко показали, что все попытки объяснить народу, населению, что, может быть, кризиса еще нет, они оказались брошенными. И теперь уже они открыто, все статистические данные, они совершенно четко показывают, что кризис идет. В реальности он начался уже довольно давно, еще осенью 21-го года, спад экономический. Но поскольку фондовый рынок они накачивают очень сильно, особенно те IT-компании, которые связаны с искусственным интеллектом, то возникает ситуация растущих финансовых рынков на фоне падающей реальной экономики. И в этой ситуации они могут часть вот этих вот виртуальных финансовых активов, которые возникают в результате постоянно растущего рынка, переводить разными бухгалтерскими технологиями в добавленную стоимость. И, соответственно, показывать рост ВВП. То есть экономика реально падает, деловая активность падает, но в официальных цифрах вроде как бы все хорошо, прекрасная маркиза. И в этой ситуации они страшно начинают нервничать внутри, причем не только обыватели, предприниматели и так далее, начинают нервничать и политики. Потому что они понимают, что идет что-то совершенно не так. И это не так идет не 2-3 месяца и не полгода, и даже не год, а уже 2 с лишним года. И продлится еще там года 3-4. Причем темпы спада будут увеличиваться, потому что, надо сказать так, темпы спада реального сектора будут такими же, а официальные цифры в какой-то момент покажут резкий спад, потому что им придется, когда обвалится финансовый рынок. А они, похоже, что могут обвалиться уже в этом году, ну или в начале следующего. Тут я в который раз уже предупреждаю, что я не специалист по финансовым рынкам, и по этой, впреки, кстати, тому, что пишет этот самый персонаж из Минска, который объясняет, что я в основное время уделяю изучению, как бы анализу спекулятивных рынков. Так вот, я в них не специалист, и поэтому я могу только пересказывать мнение тех, ну как бы, кому я доверяю. И в этой ситуации им надо каким-то образом мобилизовывать свое общество в поддержку действующей власти, потому что иначе, ну совсем будет плохо. И вот теперь давайте мы посмотрим наше голосование. Значит, у нас 52 процента, остановим его, значит, 52 процента считают, что война, да, конечно, будет, 21 процент считают, нет, ни за что не будет, 27 не знают, как быть. Вот я не согласен с теми 52 процентами, которые считают, что точно будет. И вот почему. Потому что, ну обратите внимание, пресловутая утечка данных о разговоре немецких генералов. Даже, в общем, уже в интернете я прочитал в телеграме, что есть три версии. Версия первая, что это наша разведка. Версия вторая, что это наш крот. Сидит где-то там. И, наконец, вариант третий. Это умышленная утечка американских спецслужб. Вот я склонен считать, что это скорее вариант номер три. Почему? Потому что разговор шел в Сингапуре, насколько я понимаю. У них там, как бы, эта система защиты работает хорошо. Наша разведка там слабовата. Она всегда была там слабовата. По этой причине я не берусь. Ну, то есть, если это так, то, слава богу, все хорошо. Но, тем не менее. А по той же причине я не верю в крота. Ну, потому что, что же, скрывать крота, что ли? Это уж совсем идиотизм. Разведчика, так сказать. И последний вариант, который мне кажется наиболее вероятным, что это утечка, собственно, из американских спецслужб. Не немецких, американских. Почему? А потому что американские спецслужбы, они в этом смысле симбиотичны с нашими. То есть, мы любимый враг. Вот просто вот любимый. Самое главное, когда у тебя есть такой любимый главный враг, это, не дай бог, не победить его окончательно. Потому что, как только вы побеждаете врага окончательно, вам снижают, вам вешают медальку на грудя и снижают финансирование. Я могу вас уверить, что с точки зрения американского разведчика-аналитика, вот этот вот вариант со снижением финансирования никуда не годится. Независимо от количества медалей. Поэтому они нас нежно любят. Поэтому я не исключаю, что они это сделали сами. Для того, чтобы, не дай бог, ну и кроме того, их задача максимально опустить Евросоюз и как бы выкачать из него все, что только можно. То есть, Евросоюз это последний такой кошелек, кормушка. А еще есть, нет, на самом деле еще есть Китай. Японию они выпотрошили в 91-м году. Нас они во многом выпотрошили в 90-е. Сейчас они потрошат Евросоюз и будет еще Китай. Другое дело, что это уже не помогает. Вот СССР им помог сильно и может быть Япония. А вот, соответственно, а вот эти уже не помогут. Прежде всего, потому что у Соединенных Штатов Америки у них сейчас основная проблема, им нужен спрос. А спрос в мире падает. И даже если перераспределить в свою пользу часть того спроса, который был ориентирован на производство Евросоюза и Германии, этого не хватит. Теоретически, они сейчас попытаются отжать у Китая Юго-Восточную Азию. Однако, тут есть одна тонкость. Потому что отжать Юго-Восточную Азию политически это одно. А отжать ее как рынки это совсем другое. В общем, по этой причине я считаю, что все это скорее игры. И к серьезной войне они не готовы. Хотя я не исключаю, что в процессе они могут заиграться. Но в этом случае их ждет страшное разочарование. И, в общем, я не знаю даже, что они будут делать. А вот теперь последнее. Значит, на прошлой неделе произнес свое послание Владимир Владимирович Путин. Это, безусловно, была предвыборная речь. Даже и вопросов нет. В ней было очень много чрезвычайно важных программ. Не вызывает сомнения, что эти программы правительства, точнее сказать, чиновники либеральной, то есть либеральная часть правительства и Центральный банк попытаются саботировать, а также чиновники региональные. Мы хорошо видим, как правительство Мишустина, та часть, которая, собственно, Мишустина подчиняется, отчаянно с этим борется. Получается, далеко не всегда. Руководство Центрального банка чуть ли не впрямую сказало, что оно никогда не позволит обеспечить быстрый экономический рост в России. В этом смысле ситуация, конечно, крайне будет напряженная. Я не буду сейчас пересказывать те вещи, которые говорил президент, поскольку желающие могут... Во-первых, уже столько человек комментировало. Я скажу только те вещи, которые мне представляются принципиальными. Первое было сказано о проектном финансировании. Для этого, правда, придется сменить руководство Центробанка, потому что руководство Центробанка, говорит, ничего не знаем про проектное финансирование, нет залога, не будет денег. А у малого и среднего бизнеса не может быть залогов, потому что все уже заложено. Кроме того, проектное финансирование все-таки должно быть под 2-3% максимума, а не под 20%, как сейчас. Ну, 18%, хорошо. Вот. Потом... Но, тем не менее, слова были сказаны. И это значит, что политические власти могут спрашивать банки, где проектное финансирование. Говорят, да вот не берут. Ну, хорошо, ребята, не берут, тогда мы на вас повысим налоги. Вы же увеличили свою прибыль в 3 раза сначала, пока ставку подняли. То есть, с прошлого года. Подняли реальные доходы банки в 3 раза. Ну, и... А эти деньги не попадают в экономику. Ну, и, конечно, тогда мы их у вас отберем, и Мишустиных будет через бюджет перераспределять в реальную экономику. Пишите на себя заявление. Вы хотите сказать, что Центральный банк инструкции не разрешает? Ну, так вас много, а Центральный банк один. Ну, предъявите ему претензии. Ну, или скажите громко, что вам нужно другое руководство Центрального банка. Ну, только вы скажите. Вы, банки, не скажите, извиняйте. Ну, или еще чего-нибудь в этом роде. Это реально очень важная вещь. Очень важная вещь – это поддержка семьи. Сегодня она дурная. Ну, например, поддержка второго ребенка устроена так, что никто не рожает третьего. Почему? Ну, потому что двух детей нужно кормить и обеспечивать, и еще финансировать ипотеку. Значит, работает и папа, и мама. Значит, на мамину зарплату все едят, на папину зарплату финансируется ипотека, а на третьего ребенка возможности нет. А Путин говорит, что нужно трех детей. То есть, иными словами, если вы хотите трех детей, семье нужно давать квартиру. Бесплатно! Ну, дайте сразу. Вот появилась новая семья. Дайте ей трехкомнатную квартиру. У вас стоят пустые человеники. Дайте им трехкомнатную квартиру. И напишите, что, соответственно, за первого ребенка снимается 20%. Да, отсрочка платежей на 5 лет. За первого ребенка снимается 20% стоимости этой квартиры. За второго снимается 30%. Из-за третьего 50%. И все. И все. И через пять лет у вас в большинстве семей будет три ребенка. Все. Все. Но нет. Ну, и, наконец, третье. Внешне политическое. Путин сказал совершенно четко. Американская манера. Обсуждаем только то, что нам интересно. И не обсуждаем, что интересно вам. Закончилось. Все. Теперь или будем обсуждать все, и то, что вам интересно, и то, что нам интересно. Или переговоров не будем. Это очень сильная вещь. Вот реально сильная. Вот это, собственно, то, что я и хотел сказать. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Михаил Леонидович. Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домодедова. Да, рассказывайте. Что вас волнует сегодня? Что рассказывать? Что вас волнует сегодня? Волнует вот что. Значит, вы коснулись в конце первого получаса послания нашего президента. Ну да. Значит, да, действительно, могу согласиться, что очень много там важного и полезного для развития России в ближайшие годы. Но у меня сложилось впечатление некой фрагментарности послания. В моем представлении оно должно было начинаться с оглашением главных целей и задач нашего государства на ближайшие, ну, хотя бы шесть лет, как предложил президент. И уже исходя из этих главных задач, ну, в моем представлении это развитие районов, областей, краев и так далее. И исходя из этой главной постановки, уже переходить к частным направлениям, к которым сразу президент перешел. И не создалось впечатление целостной картины послания. Ну, в частности, вот мне показалось, что совсем не был освещен у нас несколько суверенитетов, там, технологический, продовольственный, а вот ценностный суверенитет, о нем не сказано было ни слова. И потом, вот, демографический раздел касался в основном стимулирования рождаемости нашего населения. А ведь такой раздел, как привлечение рабочих рук, готовых уже из зарубежья, создание благоприятного климата для того, чтобы они ехали сюда, не был совершенно тоже освещен. Как вы считаете, прав я или нет? Ну, в общем и целом, действительно, кое-какие в этом месте имеются проблемы. Я абсолютно, как бы, в данном случае серьезно говорю о том, что есть целая куча проблем, которые Путин не затронул. Но надо при этом понимать, что он, что это все-таки была во многом предвыборная речь. И по этой причине он говорил пунктирно. То есть, он описывал базовые вещи и говорил о выделении финансирования. Кстати, еще одна вещь, очень важная, о которой я не сказал, это кадровая программа. Потому что ключевая проблема, я как человек, который занимается экономикой, могу сказать, что, например, альтернативной либеральной экономической мысль в официальных документах появиться не может. Потому что имеет место круговая порука. Все министерства, которые имеют отношение к экономике, и все экспертные институты базовые контролируются либералами. Появление любого человека в этой сфере, у которого другое мнение, немедленно пишется масса бумаг с требованием убрать этого человека, что он весь из себя безграмотный, ничего не понимает и так далее. То есть, когда, например, Глазьев был советником президента и попытался сделать при себе какой-то экспертный совет, то его начальница Набиулина, которая тогда была помощником президента, например, меня оттуда вычеркнула сразу. Сказав, что нет, вот этого нам не надо. Вот это вот реальная проблема. То есть, все попытки легализовать нелиберальную позицию снизу невозможной. То есть, возможно только прямое решение президента. Этого воли театого назначат. Без согласования с так называемой общественностью, потому что вся общественность на статусных позициях насквозь либеральна. По этой причине Путин сегодня говорит только о направлениях. И говорит о том, что вот смотрите, кадровая политика, придут люди с... Они могут ничего не знать в экономике. Они могут ничего не знать в чем-либо другом. Но они все правильные люди. У них четкое понимание, кто свой, кто чужой. Их надо чуть-чуть подготовить быстро и назначать. В логике он может ничего не понимать в экономике, но он понимает вот эти свои, а вот эти чужие, эти американские. Или там лондонские. И поэтому он будет принимать куда более полезные для страны решения, чем люди с формально экономическим образованием. Вот это принципиально важная вещь. Вот. Я бы сказал вот так. По этой причине пока я бы исходил из того, что вот как бы направления обозначены, деньги будут выделены. А вот что конкретно будет делаться, я думаю, это мы увидим ближе к второй половине года. Следующий вопрос. Добрый день, Юрий Москва. Алло. Да-да-да, я слушаю. Добрый день, Юрий Москва. Я хотел коснуться вот материнского капитала. Вот вы правильно сказали насчет того, чтобы давать молодой семье трехкомнатную квартиру, а потом, соответственно, с рождением второго, там, третьего ребенка уменьшать до нуля. Но есть еще один аспект немаловажный. Вот много семей, у которых есть квартира. Им как быть. И вот мое предложение, допустим, хотел ваш ответ получить на него, если давать автомобили, соответственно, потому что, ну, это поддержка, но автомобили, опять же, которые произведены в России, это поддержка нашего автопрома. Мамам нужно, затем же лекарствами ездить, сыновей там, дочерей возить всех. Я согласен. Это действительно абсолютно осмысленно. Но давайте мы про это напишем. Про это же не пишут. Вы поймите, у нас все документы пишут либералы. Либералы видят только финансовые потоки. Они не видят содержания. У нас содержание, чтобы было больше детей. Понимаете, в чем дело? У нас вот эта задача, чтобы было больше детей. А вовсе не выделить бюджеты. Вот следующий вопрос. Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Это Олег Ростов-на-Дону вас беспокоит. А вот такой вопрос к вам получается. Из текущей ситуации. Все-таки власть берут или власть дают? Потому что на сегодняшний день при всех выступлениях в Европе никто же не собирается менять курс или отдавать кому-то власть. Скорее они пойдут на войну. То есть на то, чтобы переводить на военные рельсы экономику. И лучше воевать, отдать власть и изменить. Вот такой вопрос. Ну, знаете, вообще говоря, если вы читали «Лестницу в небо», то вы должны знать, что власть не берут. Власть исключительно дают. Люди, которые сегодня на Западе, получили власть из рук банкиров. И, соответственно, они решают задачи для банкиров. Другое дело, что они их не могут решить, потому что у банкиров заканчиваются деньги. Ну, что делать? Ну, печалька для банкиров, я имею в виду. А, соответственно, разговаривать с ними бессмысленно, потому что они никогда не откажутся от этой политики. А только они власть получили от банкиров. То есть, иными словами, нужно искать альтернативные элитные группы. И, собственно, вот я как раз в Братиславу ездил, потому что там старые европейские элиты. Ну, фактически. То есть, старые земельные элиты, которые всерьез задумываются над вопросом, а нельзя ли хотя бы в части Западной Европы взять власть обратно. Вот. И другое дело, что, может, у них не получится, но, тем не менее, они вполне себе пытаются. Вот. Вот такая вот история. Поэтому это надо учитывать, что... Следующий вопрос. Алло. Алло. Доброе утро. Денис Киселькуль. Первый вопрос. Как вы думаете, современные финансовые и управленческие элиты России способны осознать бесперспективность ими взятого, так скажем, непатриотического курса в нашей экономике? Или же это сделать им просто невозможно? И второй вопрос. В Братиславе вы много говорили про инфраструктурные проблемы, которые встанут в Европе. А что у нас будет в это время? Спасибо. Значит, инфраструктурные проблемы будут не только в Европе, но и по всему миру. И нам этими проблемами, безусловно, нужно заниматься. Мы ими частично занялись. Хотя и есть проблемы, которые нарастают. Например, опять с лифтами начались проблемы. А вот что касается наших элит, вот этих вот, либеральных, я прошу прощения, они получили власть из рук западных банкиров. И по этой причине они никогда не станут патриотами. Это невозможно. Максимум, что возможно, они будут изображать из себя патриотов. Но в глубине души у каждого все равно будет мечта. Наворовать денежек, увезти их туда и туда уехать. Вот в чем все делаем. Безнадежно. Они могут при этом слова произносить, какие угодно патриотические. Более того, существует опасность, что среднее звено. Среднее звено – это те люди, которые получили свой статус не непосредственно от Запада, а от своих российских уже кураторов. Поэтому у них отмазка. Какой Запад? Мы никогда не видели Запад. Мы там и не были-то никогда, только на курортах. Но они все равно опосредованно получили власть от Запада. И вот они сейчас начнут строить из себя патриотов. И начнут гнобить тех людей, которые придут во власть после... Потому что они прекрасно знают, что эти люди с ними никогда не договорятся. Поэтому с этим будут проблемы. Реально. Следующий вопрос. Алло. – Алло. – Алло, Михаил Евгеньевич? – Да. – Слушаю вас. – Это Александр из Ленинградской области. У меня такой вопрос относительно голосования вначале. Вы сказали, что они не согласны с результатом голосования, что Запад к войне не готовится. Запад к войне очень даже сильно готовится. Неужели вы не замечаете, что сейчас идут самые большие с холодной войны учения, перед которыми они провели огромную операцию? Сначала боялись даже каски поставлять, а по мере того, как они не видели от нашей власти ответных действий, уже поставляют максимально те, которые способны. Вот такой вот вопрос. – А, я еще раз говорю, что они могут заиграться. И не надо путать. Одно дело – поставлять вооружение кому-то, кто воюет за тебя, и совсем другое дело – воевать самому. Поймите, там у власти находятся люди, которые обществом не поддерживаются. Там вычищено полностью политическое поле. То есть, у вас, грубо говоря, голосовать можно только за партии. Партии пять штук, и они все одинаковые. То есть, там нет ни националистов. Это не значит, что я их люблю. Ни леваков, их просто нету, не существует. Но если вдруг начнется, то придется что делать? Либо устраивать диктатуру, либо придется допускать новые партии. И вот это ситуация, с которой они совершенно не готовы. То есть, нынешние политические власти Западной Европы прекрасно понимают, что в условиях ужесточения экономической ситуации, в условиях войны она всегда ужесточается. Там и так плохо. Эти партии, которые существуют ныне, то есть, нынешняя политическая элита Западной Европы, она все уйдет вся. И более того, там еще те, кто придут, новые, кстати, совершенно неважно кто, они тут же начнут заниматься антикоррупционными расследованиями. И сразу же возникнет масса вопросов. Например, к Урсуле фон дер Лайн. Я уже рассказывал, что есть совершенно замечательное кино 70-х годов, французское «Смерть негодяя» с Аленом Делоном. Посмотрите. Это тогда уже было, 70-е годы. Я могу вас уверить, с тех пор все сильно ухудшилось. Сильно. Вот прямо сильно-сильно. То есть, там уровень воровства тотальный. И при этом в тотальном совершенном абсолютно воровстве они все прекрасно понимают, что если они только хотя бы на секундочку отпустят вожжи, то им конец. И вот это очень страшная вещь, из-за которых они прямо вот-вот-вот, прямо не знают, что делать. Вот. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Екатерина, Москва. Вот вы говорите, главное, чтобы было больше детей содержания, да? А у нас образование, воспитание остается либеральным. А учебники какие ужасные. Это только чтобы запутать. Много-много информации, а не ясно. Вот ваше мнение. Не, ну мы уже обсуждали это, что надо полностью менять всю систему образования. Во-первых, надо восстанавливать в школах воспитательную часть, потому что школа должна, прежде всего, воспитывать гражданина и, соответственно, и социальные навыки. Потому что нынешние ситуации, когда все сидят в смартфонах, люди совершенно не способны к взаимодействию социальному. Они просто не знают, как это делать. При этом иногда это приводит до смешного. Да, мальчики не знают, как общаться с девочками, а девочки, как общаться с мальчиками. То есть они могут... Они знают, как флиртовать в смартфоне, а как в жизни общаться, они не знают. Ну и так далее и тому подобное. Вот это реальная проблема, которая прямо вот-вот-вот-вот. Так что я согласен. Нет, систему образования, безусловно, нужно менять. Но для начала, для того, чтобы менять систему образования, нужно все-таки восстановить систему экономическую. Ну и потом убирать вот этих вот либералов из руководства, из школ и так далее. Ну, дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил. Вот в развитии предыдущего вопроса Путин в послании сказал, что старая элита себя дискредитировала, нужна новая элита, ядро которой будут составлять люди, прошедшие спецоперацию. И он сказал, что необходимо создавать образовательные курсы для новой элиты. Вот меня, как работника образования, интересует, какое главное содержание этих образовательных курсов должно быть. И они, на ваш взгляд, как должны готовиться в таком монопольном режиме? Или вот как сейчас у нас, допустим, конкурсы есть, образовательных программ, там есть учебно-методические объединения, вот они рассматривают и принимают решение, кого предпочесть. Вот вам, кстати, не предлагали участвовать в разработке таких курсов? Нет, ну я вообще-то не имею никакого отношения к современному курсованию, уж извините мне. Вот. Ну просто вообще. Вот. Я просто не знаю ничего по этому поводу. И более того, я совершенно не уверен, что эта работа на сегодня ведется, потому что это не нужно совершенно либералам. Им нужно что? Максимальным образом забюрократизировать процесс, чтобы можно было правильно перераспределять финансовые потоки. А вы им что предлагаете? Думать о содержании? Это им зачем? Вот. Поэтому тут тоже надо ставить тех людей, которые придутся, думают о том, чему и как будут учить их детей. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Это Владимир Подольск. Вот мне вот прикид, когда наш президент молится. Ну я про церковь. Сейчас не хватает рук в стране. Думаю, надо всех этих попов на производстве в колхозы оставить там уже по одному человеку церковь. Вы знаете, это вопрос такой тонкий и деликатный. Кто куда нужен. Вот некоторые говорят, а зачем нам нужна вся эта богема, все эти артисты, пивуны и так далее. Ну и так далее и тому подобное. Понимаете? А я-то считаю, что каждый должен заниматься своим делом и следить нужно только за тем, чтобы люди ну как бы соответствовали некоторым правилам. то есть если ты поешь песни и тебе за это платят и при этом этой песни за Россию, пой пожалуйста. Но засылать тебя на завод или копать яму только потому, что... канаву, дорогу строить, только потому, что тебе не нравится, что он поет. Это мне кажется не совсем правильно. В конце концов общество в состоянии само определить, что ему надо, а что не надо. Что ему нравится, а что не нравится. То есть некоторые пивуны мне, например, вполне себе нравятся, а некоторые не нравятся. Вот. Но это не значит, что я буду бегать и хватать тех, кто мне не нравится, и там их куда-то отправлять. это до добра не доводит. Следующий вопрос. Алло. Да. Здравствуйте. Доброе утро, Михаил Илья, Москва. Михаил, у меня такой вопрос. Скажите, какой смысл получать прибыль от продажи ресурсов в России в долларах, ну, в долларах, в другой валюте, если мы не можем использовать эти деньги для покупки станков, закупки других важных компонентов для создания производства, ведь страна полностью под санкцией. Китай нам продавать будет только свой неликвид, который им нужно продать. Какой смысл в получении прибыли в валюте для России? Знаете, я не буду сейчас влезать в детали того, как устроена система внешней торговли, да, конечно, после того, как введены все эти санкции, фактически ликвидирована система мировой торговли, нам стало труднее, но беда состоит в том, что у нас довольно большие импортные закупки должны быть, потому что из-за политики денежных властей мы не можем создать импортозамещающие производства, причем я в данном случае имею ввиду даже не столько станки, как раз с этим мы постепенно вопрос решаем, сколько обычный ширпотреб. Мы одежду не можем приличную сделать, у нас есть блестящие дизайнеры, но у нас нет ткани, а закупать эти ткани в большом количестве мы тоже не можем, потому что при том объеме, который у нас есть, они становятся очень дорогими, в результате эту продукцию никто не покупает, и в результате мы создаем прекрасные по дизайну изделия, которые можно выносить два-три раза, а потом их надо выкидывать. Я просто хорошо помню, как году в начале 80-х мы шили костюм, по-моему, папе, и закроющик нам говорил, что вот смотрите, вот материалы, которые у нас есть, ткани, вот для костюма, для приличного, я могу вам предложить вот этот материал и вот этот. Все остальное, из него нельзя шить костюм, потому что вы его два раза поносите, и у него уже вид такой, как будто бы вы в нем 20 лет ходите, ткань плохая, это реальная проблема, ее нужно решать, только ее невозможно решить в рамках либерального подхода, с этим что-то нужно делать. Вот, собственно, вся картинка, в которой мы сегодня находимся, она очень простая. У нас осталось меньше минуты, поэтому я уже не буду больше принимать вопросов, скажу только несколько слов. Вот и выступление президента, и, соответственно, те события, которые происходят на Западе, и те события, о которых мало кто знает, ну, вот, типа нашей конференции в Братиславе, они все показывают, что мир стал очень быстро меняться, очень быстро меняется, и к этому надо быть готовым, надо обязательно искать источники информации, и их как бы максимально использовать, потому что в противном случае вам будет очень тяжело. Изменения будут только нарастать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.